Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У меня сегодня прям вдохновение! Пересмотрела пару своих видео, и когда я пересматриваю свои старые мукбанки, у меня появляется невероятное желание снимать новые. В этот раз получилось то же самое. Я спонтанно решила снимать, и мама мне помогла. Я приготовила эти рулетики, мама приготовила шампиньоны, быстренько накрасила, села снимать для вас контент. Вот раньше, честно, вообще не заморачивалась. Вот то, что дома есть, то есть ставила перед собой и снимала. А сейчас хочется сделать красивую картинку. Хотя вам кажется, что ничего особенного, но я пытаюсь что-то придумать, как-то, чтобы это эстетично и красиво смотрелось. А вас я бы хотела попросить подписаться. Я буду стараться снимать для вас как можно больше контента, естественно, по мере своей возможности. Здесь очень много сыра. Это такой вкус невероятный. Под последним видео были вопросы, почему я раньше не рассказывала про Дашу. Вы, наверное, не помните, но я раньше даже оставляла ссылочку на ее канал. Она тоже мукбанки снимала. Я вот честно реально не помню, что я рассказывала, а что нет. Оставила опросник в инстаграме. Сейчас будем отвечать на ваши интересные вопросы. Мечта, которая никогда не сбудется. Вопрос от именно Гулар. Гуларочка, вам огромный привет. У меня есть одна мечта, которая не сбылась и, скорее всего, никогда не сбудется. Я когда была где-то в седьмом классе, всегда хотела отношения, которые начнутся где-то со школы, можно даже с садика и закончиться свадьбой. У меня в жизни было пару таких примеров. Обычно такие брайки очень крепкие. Именно вот если вы прошли через все эти трудности, и все равно вместе. Я вот всегда так хотела, но в школе у меня не было отношения. У нас мальчики, наши одноклассники, они были как дети, что ли. В тот период они как-то, мне кажется, даже не задумывались о отношениях. В школе у нас были одноклассники, которые встречались, и сейчас они женаты. Все у них замечательно. Я смотрю на них, и, честно, белой завистью. Для вас уже, конечно, не секрет, что я создала канал на зарпачанском языке, потому что здесь, к сожалению, монетизации больше нет. Также, конечно, можно перейти на другую площадку. Например, сейчас я рассматриваю Boosty. Там авторы могут зарабатывать на своем контенте. Сервис подходит не только ютуберам, но и фотографам, подкастам, тиктокерам, да, в общем-то говоря, всем, у кого есть аудитория и кто хочет зарабатывать. Вы делитесь эксклюзивным контентом, а аудитория поддерживает вас финансово. Через подписку разных уровней или единоразовый платеж. Например, вы можете выкладывать свой контент раньше, чем на ютуб, или делиться эксклюзивными моментами, которые не вошли в основной ролик. Причем выплаты каждый день и комиссия всего 10%. 10%! Вы где-то видели такую комиссию? Я лично нет. Плюс еще одна плюшка – реферальная программа. Вы, к примеру, сами зарабатываете на Boosty, приводите туда своего знакомого, который в течение года зарабатывает деньги, и с них 5% получаете именно вы. Ссылку, кстати, оставила в описании под видео. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать вместе с Boosty. Кто к нам пришел? Обычно я его всегда убираю в другую комнату. Но здесь у нас твиксик. Я бы ему дала что-то покушать, но ничего из того, что есть здесь на столе, он кушать не будет. Посмотрите, какой большой пацанчик. Он вот кажется маленький, но на самом деле он 5,5 килограмм. Так, по секрету. Обжора, мэри. Кажется, натянутые отношения с братом из-за его жены родители были против. Ничего подобного. Мои родители очень современные, уважают наш выбор, и никогда подобных проблем не было. Мама вообще не вмешивается. Да я тоже. Если бы у меня были бы с ней плохие отношения, поверьте мне, я бы не стала просить вас голосовать за нее в конкурсе. То есть, зачем мне это? Ведь у нас плохие отношения. даже сама тоже не конфликтный человек. И самое главное, что с моим братом они ладят. Я считаю, что найти общий язык с моим братом это тоже достижение. Поэтому все вопросы касательно Даши, нашего отношения к ней, вы можете спросить у нее. Ссылку на ее страницу опять же я оставлю. Я уверена, что она с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Для моих родителей самое главное, чтобы мы с братом были счастливы. А как, с кем, что, поверьте мне, им без разницы. Даже если сейчас я, например, ну, к примеру, выбрала бы свою вторую половинку другой веры, другой национальности. Даже другой расы. Мои родители просто высказали бы свое мнение. И все. У нас абсолютно не консервативная семья. Я вам скажу даже больше. Азербайджанцы, которые живут в России, они более чтят традиции, нежели те, которые живут здесь. Такая нежная садомная. Даже, знаете, каких-то конфликтных ситуаций с Дашей никогда не было. Вот никогда мы с ней не ругались. Я один раз приехала в Саратов. Вот тогда еще мой брат встречался только с Дашей. И у нас с братом был конфликт. Но у нас с ним всегда конфликты. И, как вы думаете, Даша поддержала меня и, наоборот, начала наезжать на моего брата. Потому что что? Потому что женская солидарность. Вот так. Я в свою очередь никогда не лезу к моему брату в его семью. Никогда не делаю какие-то замечания. И у них, я вижу, что гармония не ладит между собой. Мне кажется, я думаю, нет ничего прекрасного, когда ваш брат счастлив в семейной жизни. Твиксик так обиженно смотрит. Давайте что-то ему дадим, но он кушать не будет. Вот я вам отвечаю. Твикс-кс-кс. Мяу. Владельцы котов, отпишитесь, пожалуйста. У вас тоже так, когда вы кушаете, ваш кот на вас смотрит так, как будто его кот просто не кормили. И когда ты ему даешь что-то со своего стола, он просто понюхает и пойдет дальше. А потом продолжает на тебя смотреть, как будто ты ешь что-то более вкусное, нежели дал ему. Я вижу, что здесь есть подписчики, которые совершенно про меня ничего не знают. Здесь девушка пишет, когда-нибудь планируете купить свою квартиру? Кто не знает, я ее купила два года назад, и она у меня есть, я ее просто сдаю. Мечтаю переехать в Турцию, но не зная язык, знаешь ли ты, айка, турецкий язык? Чисто, естественно, не знаю, но можно сказать, понимаю на нем. Потому что турецкий, азербайджанский очень похоже. Ну как очень, очень-очень похоже. Мне кажется, то же самое, как белорусский и русский. чтобы роллы разложить, как-то красиво подать. Ну вот, к сожалению, такой косяк произошел. Но мне, естественно, вернули деньги. Когда такое происходит в 99% случаев, тебе возвращают деньги. Понятное дело, что продавец плохо упаковал, причем здесь я. Но было обидно, что сломался самый большой. То есть тот, из-за которого я делала заказ. Стоили такие подставки 35 долларов. Я думаю, здесь в городе они будут стоить гораздо дороже. Поэтому я еще выгодно взяла. причем мои подруги пришли целые. Этот бокал из Китая пришел целый, а мрамор из Турции нет. Наверное, это связано с тем, что посылки постоянно пинают. А на упаковке даже не было надписи, что здесь хрупкое что-то. Они, наверное, те или что и так проконает. Но нет, к сожалению. один из самых часто задаваемых вопросов, кем работает ваш парень. под каждым опросником этих вопросов всегда много. Я прежде всего спросила у него, не против ли он. Здесь я скажу. Он айтишник, но почему-то ему не нравится, когда его называют айтишником. Я считаю, что айтишник это слишком мелко для него. Разработчик программного обеспечения представил тебя нормально. У него специализация, то есть он учился на этом в универе, в магистратуре, то есть он работает по специальностям. как я поняла, они разрабатывают программы, которые у нас с вами в телефоне. И продают под заказы, все дела. ну вот что-то такое. Это на самом деле очень удобно. Удобно в каком плане? Кто-то не работает в компьютере, или например я не могу материалы скинуть на компьютер, или любой вопрос, который у меня возникает, связанный с техникой, компьютерами и так далее, он моментально просто решает этот вопрос. Даже однажды был случай, когда я смонтировала видео, это был очень длинный влог. Так получилось, что я его не сохранила. потом я ему позвонила по видеосвязи, он сказал, нажми сюда, потом сюда, потом туда, и все. Мне не пришлось заново монтировать одно и то же. Так что плюсов здесь много. Еще мне кажется прикольнее, когда вы разные специальности. То есть, если бы мой парень был бы тоже блогером, мне кажется, нам бы не особо интересно было бы вместе. Так что, как-то так. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.